Привет! Сегодня хочу показать вам набор кухонных ножей для стейка от компании Дельбен. Начинаем мы, конечно же, с вот этой вот подарочной упаковки, коробки. Да и в принципе данный набор является подарочным и, на мой взгляд, в качестве подарка он очень и очень хорош. Но компания Дельбен выпустила коробочку из орехового дерева с посадочными гнездами под каждый нож. Также каждый нож идет в отдельном вот таком вот целлофановом пакетике. Я сейчас со всех ножей пакетики снял, кроме одного, для того, чтобы продемонстрировать вам этот нюанс. Также здесь компания Дельбен дает свою рекомендацию не мыть в машинке, то есть вручную мыть данные ножи. Ну и, собственно, касательно самих ножей. Выпускает компания Дельбен ножи для стейка в пяти вариантах исполнения. В данный набор входит четыре ножа и все они выполнены в разных как раз таки вариантах. То есть рукояти ножей, в зависимости от версии, могут изготавливаться из микарты, из черного дерева, из палисандра. Также могут из рога буйвола выпускаться или из канвас микарты, то есть микарты из холста. Как вы можете видеть, в этой вот микс-версии как раз таки представлены четыре варианта материалов рукояти. Безусловно, такой подход подходит для людей, которые берут ножи для души. То есть под настроение можно взять различный материал рукояти. Хотя сами по себе ножи, конечно же, аналогичны. Но аналогичны они в плане того, что все они оснащены лезвиями из мартын-ситной нержавеющей стали X46CR13 твердостью 54-56 единиц по роквеллу. Обухи у всех этих ножей 2,1 мм у меня получилось намерить, а сведение всего лишь 0,1 мм. Конечно же, при таком сведении и толщине по обуху, а также высоких спусках, ножи очень хорошо режут. Кончик ножа немножечко приподнят относительно общей линии ножа, а также достаточно узкий. Это специфика ножей для стейка, которые необходимо, чтобы могли помещаться, пролазить между какими-нибудь костями, то есть, или более деликатный рез при отделении мяса от кости, чтобы можно было сделать. Также стоит отметить, что эти ножи подходят как для разделки сырого мяса, а также и для разделки уже готового мяса. Ну, в первую очередь, наверное, уже готового на какой-то праздничный стол по особым событиям. Сконструированы все эти ножи по схеме Full Tank, то есть, хвостовик клинка продолжается по всей длине рукояти, что обеспечивает дополнительную надежность конструкции данного ножа. Стоит отметить, что у них есть подпальцевый упор, подуказательный палец, для того, чтобы не соскочить при каком-то усилии на режущую кромку. Режущая кромка немножко меньше, чем длина клинка, то есть, здесь есть немножко незаточенная часть. Касательно крепления монтажа рукояти, то вы можете видеть, что оно выполнено из пяти таких болтов. Они выполнены в дизайнерском исполнении, то есть, не как-то там абсолютно примитивно, а выполнены они интересно, с разным диаметром посадки. Ну, в общем и целом, понятно, что над дизайном ножа очень серьезно поработали. Особенно стоит отметить, что у ножей отличается полировка, и если некоторые ножи выполнены вот в таком матовом варианте, то некоторые отполированы в блеск. В данном случае я вот вам покажу отличия у клинков и у рукояти этих ножей. То есть, конечно же, под настроение очень интересно, можно его подобрать. Ножи для стейка удобно ложатся в руку. Рукоять ножа достаточно длинная, и это позволяет использовать множество хватов, независимо от длины ладони человека, который его использует. Удобно их в такой подарочной коробке также и хранить. Финишная обработка лезвия отличная, и каких-то претензий у меня к ним нет. Если сравнить нож, например, с аналогичным по длине клинка Tajira Pro, то мы можем увидеть, что есть разница в длине рукояти. Нож для стейка довольно длинный, более 25 см. Я вижу длины клинка, то есть там где-то 252 мм. В районе 13 см длина режущей кромки, длина клинка, и немножечко меньше, соответственно, длина режущей кромки. Касательно веса данных ножей, то по весу это 98 грамм, но в зависимости от версии исполнения, их вес немножечко различается, то есть 86 грамм, 90 грамм и 91 грамм. Ну, в общем и целом, я так понимаю, что разница заключается в материале рукояти, которая сказывается в данном случае на вес, потому как общие характеристики по клинкам, они аналогичны. Большое спасибо компании Резвотеру за предоставление данных ножей на обзор. Спасибо моим зрителям за просмотр. Пока!